Формально как единой европейской валюты, так и фунты демонстрируют определенную активность, однако масштабы изменений довольно незначительные. А самое главное, что результат всех этих метаний равен нулю. Незначительный рост сразу же сменяется аналогичным по масштабу снижениям. И подобная ситуация длится уже третий день к ряду. Ситуация, в общем-то, и не удивительная, а макроэкономический календарь совершенно пуст и нет никаких маломальски значимых новостей, способных сдвинуть рынок с мертвой точки. По всей видимости, участники рынка действительно решили дождаться завтрашней публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. Кажется, что уже больше ничто другое не способно вывести рынок из застоя. Валютная пара евро-доллар четвертый день подряд находится в стадии застоя на пике восходящего цикла. Это движение привело к ценовой амплитуде в диапазоне 1,1400 – 1,1480. Стоит учесть, что на графике дневного периода картина выглядит иначе. Восходящий цикл, о котором говорится выше – это лишь коррекционный ход в среднесрочном нисходящем тренде. Тем самым нельзя с полной уверенностью говорить о смене торговых интересов с нисходящего на восходящий тренд. В данный момент времени котировка по-прежнему уходит в диапазоне 1,1400 – 1,1480. Можно предположить, что столь длительное движение цены в замкнутой амплитуде приведет к накоплению и, как результат, закономерному ускорению в момент удержания цены за пределами той или иной границы установленного диапазона. Тем самым стратегия торговли на пробой той или иной границы флета в четырехчасовом периоде считается наиболее подходящей тактикой. А именно, валютная пара фунт-доллар в ходе отскока цены от уровня сопротивления 1,3600 вернулась в пределы значений 1,3500, где возник незначительный по масштабу застой. Судя по поведению цены, можно сказать, что на рынке сохраняется восходящий цикл от уровня 1,3355, в структуре которого возникла перегруппировка торговых сил. На рынке по-прежнему имеет место низкая активность, что может стать сигналом о накоплении торговых сил. Вследствие этого трейдеры будут работать по методу исходящего импульса относительно контрольных значений. То есть позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1,3630, с перспективой хода к 1,3740, а позиции на продажу нужно рассматривать уже после удержания цены ниже уровня 1,3480, с перспективой хода к 1,3400. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!